Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Безопасность прежде всего. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с представителями МЧС и Минлесхоза региона меры борьбы с лесными пожарами. Привели в порядок сквер экономистов. Самарские студенты вышли на уборку территории, которая в этом году участвует в рейтинговом голосовании проекта формирования комфортной городской среды. Получили первый важный документ. Юным жителям Самары в торжественной обстановке вручили паспорта. Один из символов Самары. В областной столице продолжается реставрация дачи купца Головкина. Оберег защитницы дома и семьи. Самарская рукодельница Валентина Семизорова готовит кукол к Пасхе, чтобы придать праздничному куличу дополнительный колорит. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с представителями МЧС и Минлесхоза Самарской области меры борьбы с лесными пожарами. В РИО заместитель министра, глава департамента лесного хозяйства Павел Мельников доложил, что на территории региона на днях был зафиксирован небольшой пожар площадью 30 квадратных метров. Общая ситуация находится на контроле. Дмитрий Азаров призвал работать внимательнее, поскольку наступает пожароопасный период. По данным Минлесхоза для борьбы с огнем в лесах установлено 45 камер. Еще 20 планируется докупить в ближайшее время. Студенты Самарского государственного экономического университета сегодня вышли на субботник. Приводили в порядок как прилегающую к зданию вузам площадки, так и расположенный напротив сквер экономистов. Эта территория участвует в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Студенты и преподаватели, а также жители близлежащих домов мечтают, чтобы в сквере появились лавочки, спортивная площадка и сухой фонтан. Подробнее в нашем сюжете. Убирались танцуя под музыку. Студенты Самарского государственного экономического университета сегодня вышли на субботник. В уборке территории принимали участие около тысячи человек. Приводили в порядок как прилегающие к зданию вуза площадки, так и расположенные напротив сквер экономистов. Во-первых, мы помогаем своему же городу. Это для нас же самих, для нашего сквера экономистов, это как минимум. И наш долг как жителей города. У нас прекрасная погода, мы прекрасно с друзьями отдыхаем, музыка, скоро у нас чай, полевая кухня, так что все прекрасно. Студенты убирали опавшую листву, красили деревья и голосовали за то, чтобы сквер экономистов преобразился. Согласно проекту, здесь вымастят плиткой тротуары, обустроят зоны отдыха, площадку с тренажерами, а в центре появится сухой фонтан. Здесь даже елка ставилась. То есть, когда университет только начинал работать, главной точкой притяжения для студентов, которые учились на тот момент в плановом институте, для тех, кто жили в общежитиях только-только отстроенных, для тех, кто жил в близлежащих домах, это действительно было такое знаковое место, где можно было собраться, пообщаться, чудесно провести время. И хотя город, конечно, за все эти годы стал намного больше, комфортнее, появилось много новых точек притяжения, вот для нашего района, тем не менее, такого рода мест не хватает и, конечно, очень хотелось бы реанимировать эту территорию. Эта территория у нас в топе 20, которую выбирают жители для благоустройства в 2025 году в рамках нашего национального проекта «Формирование комфортной городской среды». И, конечно, этот сквер, он и был инициирован, и назван сквером экономистов по инициативе самих студентов. Они очень хотели, чтобы рядом с ними находилось какое-то общественное молодежное место, в том числе для отдыха, может быть, для каких-то интересных молодежных идей и проекта. В этом году в голосовании участвуют 20 территорий, и самарцы могут снова отдать свой голос и преобразить общественное пространство. Это можно сделать на сайте 63.городсреда.ру или на портале госуслуги. Голосование закончится 30 апреля. Территории победителя преобразятся уже в 2025 году. В Самаре к летнему сезону готовят памятники и мемориальные сооружения. Всего их в городе более 300. На обеспечении Центра технического и хозяйственного обслуживания находится 70 памятников. Их комплексно очищают от пыли и грязи во время апрельского месячника. Наш корреспондент Елизавета Прокопенкова увидела, как чистят памятник покровителям семьи – Святым Петру и Февронии. Подробности далее. Памятник Святым Петру и Февронии прошел водные процедуры. Зимой скульптурную композицию очищали только от снега и льда, а во время апрельского месячника с нее смыли скопившуюся пыль и грязь. Нижние элементы памятника сделаны из гранита, а верхние – из бронзы, которая покрыта специальной краской. Поэтому применение химии для их очистки недопустимо. Можно этот состав красочный смыть. Поэтому, как вы видели только что, верхние элементы мыли только водой. Из аппарата высокого давления, настроенного на минимальное значение, чтобы также не повредить мемориальные сооружения, нижние элементы уже применяется нейтральная химия в виде мыльного раствора. На сильные загрязнения целевые образования наносят специальный химический состав, который очищает гранит. После этого скульптура готова к летнему сезону. Памятник ставится, делается для того, чтобы людям было приятно, чтобы они знали историю, чтобы им было приятно смотреть на все это. И, конечно, когда он чистый, убранный, это очень хорошо. По всему городу установлено 300 памятников и мемориальных сооружений. На обеспечении Центра технического и хозяйственного обслуживания находятся 70 скульптур. После генеральной мойки за ними продолжат ухаживать в рамках летнего содержания. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Благоприятные погодные условия, установившиеся в Самаре, позволили подрядчикам продолжить нанесение разметки на дороге города. Работы идут с 13 апреля, но из-за дождей их пришлось прервать. Теперь процесс восстановили. Работают в основном по ночам. Наша съемочная группа побывала на одном из участков. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки – один из этапов приведения дорог в нормативное состояние. Процесс начался 13 апреля, но из-за ухудшения погоды его пришлось прервать. Теперь вернулись к выполнению задач. Трудятся в основном ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Минимальный дорожный трафик позволяет беспрепятственно, оперативно и аккуратно справиться с нанесением разметочного материала и обеспечить его полное высыхание, чтобы во время эксплуатации дороги линии прослужили как можно дольше. Используем термопластичные материалы на данный вид разметки. В основном сейчас современные используются. Со стеклошариками – один из износостойких материалов. Стеклошарики дают эффект световозвращения под светом фар машин. Материал разогревается до 200 градусов, тщательно перемешивается до нужной консистенции, а потом наносится на предварительно очищенную проезжую часть. После нанесения краска должна просохнуть. Ездить по разметке в это время нельзя, поэтому за основным автомобилем, благодаря которому через экструдерное дорожное полотно поступает разметочный материал, следует машина прикрытия. Сейчас бригады подрядной организации выходят на те участки уличной дорожной сети, где разметку нужно восстановить в рамках гарантийных обязательств. Работа организована и на опорных объектах дорожной инфраструктуры, например, на улицах Авроры, Гагарина, а также в историческом центре на Волжском проспекте, улицах Молодогвардейской, Максима Горького, Чапаевской, Льва Толстого и других, включая примыкающие к площади Куйбышева. Знаковые локации, которые будут задействованы в проведении майских праздников, приведут в порядок в первую очередь. Качество работ контролируется на всех этапах. Разметка у нас по итогам прошлого года была унесена порядка 120 тысяч квадратных метров, это более 400 улиц, все они включены в работу и по мере продвижения разметка обновляется будет по всему городу. Наносить разметку будут и в разных частях города до сентября, поскольку после окончания работ по гарантии начнутся работы по нанесению разметки в рамках контракта текущего года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В стране возросла угроза совершения террористических актов на объектах промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной и социальной инфраструктуры. Администрация Самары призывает граждан обращать внимание на подозрительные предметы. Летящие и упавшие беспилотники и людей, которые проявляют интерес к системе безопасности предприятий и транспорта. В случае выявления таких фактов необходимо сразу обратиться в полицию или позвонить по номеру 112. В Самаре продолжаются реставрационные работы сразу на нескольких объектах культурного наследия. Самарский филиал Третьяковки, расположенный в здании фабрики кухни, готовится встречать посетителей на своей первой выставке уже в мае. Осенью планируют завершить работы по реставрации дачи со слонами купца Головкина. А в историческом центре города работы ведут в Первом полицейском управлении Самары. Все объекты оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Подробнее в нашем сюжете. Установившаяся теплая погода позволяет рабочим приступить к благоустройству территории вокруг дачи купца Головкина. Слоны, скульптура нимфы и фасад здания отреставрированы, поэтому теперь основные силы будут направлены на восстановление фонтана и дорожек, установку нового забора, а также строительство спуска к Волге. Это новшество для данной территории, которое позволит сделать дачу новой яркой точкой в туристической жизни города. Отдельной изюминкой будет спуск к Волге, которого никогда здесь не было, даже при том, когда дача была построена. Это будет лестница посередине спуска, и мы надеемся, что сам спуск мы сможем оформить таким образом, чтобы с Волги дача была тоже видна в открытом пространстве. Ну и как раз с дачи тоже с балконов Волга тоже была во всей своей красе. Как проходит восстановление особняка, оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вместе с представителями Самарского политеха, который будет занимать здание, они обсудили, чем будет наполнено помещение внутри. Здесь будет располагаться школа молодого архитектора. Оборудование позволит проводить лекции, мастер-классы, небольшие концерты и выставки. А на балконе все будет способствовать творческим пленэрам. Не забудут и про самого знаменитого купца. Биографии Константина Головкина будет посвящена отдельная зона. Завершить работы планируется этой осенью. Безусловно, мы уверены, что этот центр, эта дача живет активной жизнью и будет способствовать и гордость за свой регион, гордость за нашу историю и будет способствовать возникновению новых ярких личностей, таких как Константина Головкина. Дачу купца Головкина восстанавливают в рамках проекта «Историческая память», как и дом полицейского управления. С ходом работ на объекте также ознакомился Александр Хинштейн. Здесь строители уже завершили реставрацию крыши, заменили окна. Сейчас продолжаются работы по ремонту фасада здания, по укреплению фундамента. В подвале проложены коммуникации, идет подготовка к внутренней отделке помещений. Как и до ремонта, здесь будет работать управление по вопросам миграции МВД России по Самарской области, продолжая традиции охраны правопорядка в городе, которые и начались в этом здании. Здание это не просто памятник, не просто объект культурного наследия, оно историческое во всех смыслах. Это здание, с которого началась история в Самарской полиции. И какие бы времена ни стояли на дворе, всегда это здание служило именно правопорядку. Здесь было первое полицейское управление, еще дореволюционный Самар в 19 веке. А ближе всех к открытию самарский филиал Третьяковки, что откроется в здании фабрики кухни. Здесь рабочие уже готовят стены-стенды, где будут располагаться картины первой выставки. В здании уже тестируют систему климат-контроля, ведь для произведений требуются особые условия по температуре, освещению и влажности. Также идет проверка систем безопасности. В завершающей стадии все работы по внутренней отделке. На некоторых участках уже приступили к уборке помещений после ремонта, готовясь к скорейшему открытию. Напомним, помимо выставочных залов здесь будут лекционные, мастерские, кинозал, сувенирный магазин, а также уличные пространства внутреннего двора и крыши, которые также будут задействованы различными интерактивами. Новая жизнь конструктивистского объекта, что происходит не очень часто. Часто эти здания стоят забытые или готовятся к сносу, к сожалению. Я надеюсь, что мы своей деятельностью обратим еще большее внимание на этот период в архитектуре. Второе, это, конечно, первый филиал Третьяковской галереи за пределами Москвы. Это тоже событие, и оно в Самаре. Это уникальная вещь. Тема первой выставки – «На вкус и цвет». Посетители смогут увидеть 82 работы от 72 художников, где так или иначе задействованы образы еды. Одна из самых известных картин «Охотники на привале» Василия Перова будет впервые показана после реставрации именно на этой выставке. Ожидается, что уже в начале мая шедевры будут переданы из Москвы в Самарский филиал. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Первый важный документ в жизни. В Центральной городской библиотеке имени Крупской вручили паспорта самарцам, достигшим 14 лет. Первый документ получили 23 человека. С ними познакомились наши корреспонденты. Сегодня у Яны Гусейновой важный день. Ей вручают паспорт гражданина Российской Федерации. Отпраздновать такое событие она планирует в кругу родных и близких. Поддержать и поздравить Яну в этот день пришли мама и подруга. Я очень горжусь тем, что я живу в этой стране, что я наконец-то получаю свой первый документ, первый паспорт. У меня очень необычное впечатление от такого масштабного мероприятия, на которое меня позвали. Получение паспорта – один из этапов вступления подростка во взрослую жизнь. Поздравить ребят с этим событием приехали почетные гости. Это не просто документ, который удостоверяет личность, в котором есть ваша фотография, написанная фамилия и дочта. Это документ и такое удостоверение, которое говорит о том, что вы часть великой большой страны, великой России. И, наверное, я, может быть, неформально буду говорить, чем вы дольше ребят будете жить, тем больше будете видеть и понимать, какая у нас прекрасная страна. Торжественное награждение прошло в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Место выбрали не случайно. Недавно здесь открылось первичное отделение «Движение первых». Активисты «Движение первых» городского округа Самара вышли с инициативой создать первичное отделение и создать здесь книжный клуб. Для того, чтобы ребята могли приходить, читать и популяризировать «Движение первых», популяризировать библиотеку среди детей и молодежи в нашем городе. В торжественной обстановке получают паспорта ребята, которые имеют успехи в учебе, в творческой, общественной деятельности, в спорте. В числе таких ребят и Юлия Сухова. Недавно она вступила в ряды активистов «Движение первых». В этом движении ты находишь много интересных людей, с которыми можно пообщаться, с которыми можно поговорить. И вот эти люди будут прекрасны, мне очень нравится. Организовывают всякие мероприятия, на которых можно побывать. Свой первый документ получили 23 юных жителя Самары. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Игорь Казановский. События. Самарский текст в русской литературе. У истоков отчего дома. Под таким названием в Самаре прошла Всероссийская научная конференция. Она посвящена 140-летию «Самарской газеты» и 160-летию писателя Евгения Чирикова. Какие задачи поставили перед собой участники встречи и как связаны судьбы писателя Чирикова и города на Волге, расскажем в нашем сюжете. Что Самара привнесла в русскую литературу? Где город явно занимает главную роль, а где только настоящий волжанин может узнать родные запахи, звуки и цвета? Такими вопросами задались участники Всероссийской научной конференции «Самарский текст в русской литературе». В течение двух дней они обсуждали разные отзвуки Самарского в произведениях русских писателей. Никто не считал эти тексты. И никто в последние несколько десятков лет не брался обнаружить эти тексты, эти смыслы. Во-первых, мы это постараемся сделать. Во-вторых, действительно, наверное, вот говорят, что самарцы по-особому говорят, тянут. Наверное, и сознание наше работает как-то по-другому. Я думаю, что вот эта конференция поможет найти нам настоящего самарца. Одним из кандидатов в настоящий самарцы стал Евгений Чириков. Писатель в конце 19 века начинал свою литературную деятельность в Самаре. Здесь он работал в «Самарской газете» и «Самарском вестнике». Опыт жизни в городе на Волге лег в основу его первых произведений. «Самарская» в его текстах, а также его творческий путь тоже обсуждали на научной конференции. Фундамент будущего творчества Минского заложен был здесь, именно в Самаре. И вот завершение уже рассказов и повестей и чужестранца, и инвалиды, начало драматургической деятельности было уже вот на самарском опыте. Поскольку самарские тексты и смыслы в литературе только начинают изучать, то планируется, что эта конференция станет традиционной, и участники будут открывать новые страницы этой увлекательной темы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Оберег защитница дома и семьи. Самарская рукодельница Валентина Семизорова изготавливает к Пасхе кукол, чтобы придать праздничному столу дополнительный колорит. Как создать куклу своими руками из подручных средств в нашем сюжете? Это наша народная славянская мотанка. Это первая куколка. Магазинов раньше не было, особенно в деревнях. И вот первую куколку, которую делали бабушки ребятенкам, это вот из остатков каких-то там обрезочков или одежонки какой-то нарезали. Самая простая. Мотанка она называется, потому что ее делают без нитки и без иголки. Нет, вернее, с нитками, но без иголок. Просто мотали нитками. И поэтому маленькие девчульки уже начинали это мотать. Был совершенно безопасно. Да, иголки были дорогие. И сейчас они в моде. Мотанок великое множество. Кто на палочке мотает, кто на березовой венечке мотает. Ну, а я делаю вот самую простую. Начинаем мотанку делать. Вот, говорю, квадратик вырезали. И в квадратик, либо кусочек синтепона. Нет синтепона, кусочек ватки возьмите. На середочку кладем просто. Ну, примерно у нас тут будет середочка. И краешки вот так соберем все. И вот это вот наша будет голова. И мы ее сейчас должны намотать. Она же насмотанка. Вот мы с легким движением руки сейчас ее... Голова готова. Берем два противоположных уголка. Вот видите, да? Это у нас будут ручки. Мы подогнем уголок чуть-чуть. И из этой вот тряпочки сформуем такую немножечко ручку. И так же нам начнем мотать. Вот это у нас будет одна ручка. Теперь второй уголок берем. Так же вот загнули. Самый уголочек-то. И чтобы немножко вот эти ниточки внутрь ушли у нас. Еще одна ручка вышла. Вот видите, у нас уже получилась такая штучка с двумя ручками. А вот на этих кружочках, вот видите, они у меня. Один побольше, один поменьше. Мы найдем середочку. И сделаем из этой середочки. Только сильно не надо надрезать. И вот в эту дырочку мы сейчас эту мотанку и засунем. Одевайся, ебочка. И теперь мы там поправим все ручки, чтобы так это понарядненько, поаккуратненько было. Мы первую юбочку тоже возьмем и примотаем маленечко. А теперь мы одеваем вторую юбочку так же. И опять делаем маленькие надрезики. И опять берем ниточку. Нитки самые тонкие не берите. Ну, хотя бы двадцатку. Мне вот ирис. Но мы сейчас с вами фарточек давайте сделаем. Задираем наверх, вот видите, на голову. И тоже мотаем. Это тоже квадратик, разрезанный пополам. И если есть время, вот возьмите иголочку. И сделайте вот тут вот такие, как бы сказать, махрушечки. Ну, а покрываем самым простым образом куколька. Пошли наряжаться. Вот пять минут прошло. Наша куколка-мотанка готова. Занимайтесь, показывайте детям. Это наше, родное. Пусть дети тоже знают это все. По итогам марта паблик Самары ГИС занял первое место по вовлеченности подписчиков ВКонтакте в престижном федеральном рейтинге от Нью Медиа. Рейтинг основан на анализе 68 сообществ, телеканалов, городов, миллионников с аудиторией 5000 подписчиков. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. Подписывайтесь на нашу основную страницу ВКонтакте, а также на страницы наших телепроектов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре с 22 по 28 апреля будут ремонтировать теплосети нижней зоны Безымянской отопительной котельной в границах проспекта Кирова, Витлянской, Кабельной, 22-го порт съезда, Заводского шоссе, Земица и Береговой. Об этом сообщили в городской администрации. Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений. В нижней зоне котельной жилые дома с централизованным горячим водоснабжением отсутствуют. В рамках текущего ремонта теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Самарцев призывают не находиться рядом с коммуникациями и тепловыми камерами, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автотранспорт и прочее имущество. Кроме того, энергетики рекомендуют напомнить детям об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Телеграм-канал железнодорожного района демонстрирует, как идет борьба с незаконной расклейкой объявлений. Сотрудники районной администрации вместе с муниципальным учреждением Центра обеспечения чистят столбы и заборы от рекламы. На территории Самары имеется 871 информационный стенд, где свои объявления можно разместить легально, без ущерба, благоустройству территорий. Куйбышевский район в своем телеграм-канале приглашает на субботник, который пройдет 20 апреля. Предыдущие две недели внимание уделили поселку 116-й километр, приводили в порядок сквер на зеленый и незакрепленную территорию бывшего бассейна на улице Фасадной. В этот раз работы пройдут в Ерик-парке, особое внимание уделят озеру Дубовый Ерик, а также площадки со спортивным оборудованием возле парка Дубовая роща. Начало субботников 10.00. Успешная социализация граждан пожилого возраста одной из основных условий поддержания высокого качества их жизни. Регулярная физическая активность повышает координацию, гибкость, улучшает настроение и помогает организму в борьбе со стрессом. Зарядка благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и придает заряд энергии на весь день. Дворец ветеранов приглашает на занятия по утренней гимнастике каждый понедельник и четверг по адресу улица Мариса Тореза, 103А. Подробности по телефону 261-56-66 информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарГиз в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова